добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 27 августа 2020 года малыши наигрались и сладко спят а я хотела сделать это видео видео вопрос к вам дорогие друзья и подписчики моего канала или просто даже зрители гости нашего канала сейчас был такой странный звонок в наш питомник по объявлению позвонила женщина вот с этого номера телефона сейчас попробую сфокусировать получше чтобы было видно с вопросом о том нет ли в нашем питомнике щенков чихуа подростков чихуа или взрослых выведенных из разведения собачек породы чихуа девочек ну как бы вот бесплатно в подарок и так далее на что я и ответила что нет у нас как бы щенков и подростков даром нет взрослых собачек если и были бы скажем так то конечно же мы нашли бы им сами ручки новые добрые в такие в которых мы были бы уверены что собачка будет жить полноценной жизнью что есть могут обеспечить и скажем содержание достойные питание самое важное ветеринарное обслуживание о чем я очень часто говорю в своих видео на что женщина мне ответила что странно почему вы так типа того реагируете так грубо отвечаете хамите пообещала написать плохой отзыв о моем питомнике объяснила это таким образом что она уже имеет несколько чихуа которыми которых ей даром отдали в разных питомниках и она может всем обеспечить своих животных и кормлением и ветеринарным обслуживанием и у меня тогда встает такой вопрос удивительный на мой взгляд зачем тебе еще то даром собачка если у тебя уже несколько есть которых тебе отдали в каких-то питомниках я не знаю если честно как реагировать на такие звоночки потому что напрашивается мысли что это очередные аферисты перекупщики или как бы такие не очень здоровые люди вот скажем так у вас есть собачка 1 например вы поняли что вы часто работаете собачка дома 1 скучает вы решили завести к ней в компанию вторую собачку этой же породы для того чтобы ваша собачка в отсутствие хозяина дома не скучала например а играла с компаньоном и ей было бы здорово но вот у этой женщины есть уже несколько собачек данной породы и их подарили так как она не может себе позволить их купить она за ними ухаживает и у нее достаточно средств на их содержание кормление ветеринарное обслуживание и опять таки она остается в такой ситуации финансовой что ну никак не может себе позволить купить еще собачку зачем же тогда в такой ситуации если вы не можете себе позволить купить собачку вы заводите хотите завести еще собачку при условии что у вас уже есть несколько как конкретно было сказано этой женщиной собачек о чем это вообще говорит вот я хотела бы услышать в комментариях ваше мнение дорогие друзья потому что для меня это вот логике не поддается при этом с ее слов я значит и дико нахамила потому что я сказала что не отдаем мы даром не взрослых не щеночков нет уверенности у меня что вы сможете обеспечить самое важное ветеринарное обслуживание питомцев до накормить даже хороший качественный сухой корм собачки породы чихуа не так много едят на этом конечно не разоритесь но не дай бог что-то случится со здоровьем питомца ветеринарное обслуживание на сегодняшний день очень и очень дорого медикаменты также все мы люди все мы простываем болеем и ходим в аптеку прекрасно знаем сколько стоит лекарства даже самые как говорится отечественные самые простые препараты банальные смекты извините фосфолюгель если вдруг расслабиться животик если еще что-то произойдет животным поэтому мой конечно категорический ответ если я хочу отдать какую-то свою взрослую собачку по какой-либо причине к примеру вот у меня кобель дрался до министр чуть не потеряли масика за лечение масика за неделю за 7 дней я отдала 100 тысяч рублей при этом министр не пострадал а масика еле вытащили в реанимации с того света у человека нет денег купить где он возьмет 100 тысяч или 50 если собака травится на улице на ветеринарное обслуживание но это смешно и нелепо покормить да неизвестно чем она кормит я могу их прокормить да мне звонят люди с вопросом купить и тут же задают вопрос а чем ее кормить на что я им отвечаю сухим кормом желательно качественные вот фирму можно выбрать их много но лучше чтобы это корм был премиум класса качественный проверенные так далее и люди задают вопрос даже при покупке щенка а почему нельзя кормить едой с нашего стола ну например каша супчик и так далее и того прочего очень может быть что вот этот вот товарищ эта женщина которая сейчас звонила по телефону с просьбой подарить очередную собачку именно звонит в питомник по объявлению удостоверилась точно ли в питомник она попала и после этого вот такие вопросы задает и вот такими аргументами значит апеллирует то есть я про вас гадости напишу вы хамы вы такие жестокие не отдаете нам очередной чихуашку даром я знаю что канал моего питомника смотрят не только скажем так подписчики нашего канала которые являются также и владельцами собачек чихуа и возможно просто любителями животных то не можете позволить собачку но просто любят смотреть наблюдать за маленькими собачками а также нас смотрят и другие заводчики и питомники я это также знаю и возможно кто-то сейчас продает своих щенков поэтому именно для этого я показала на видео номер вот этой но я таких называю поберушками я конечно не знаю возможно это какие-то аферисты с целью перепродать потому что чихуашка я уже рассказывала и показывала на видео что взрослая чихуашка скажем так и и запросто я даже видела уже в соцсетях такие способы аферы когда двухлетних трехлетних собак продают за подростков за щенков но не все же специалисты не все же занимаются и разбираются и только после покупки человек приходит вед клинику ему говорят извините у вас не щенок у вас старая собачка не уже все зубы вывалились аферистов навалом очень даже запросто вот такая женщина которые отказали отдать даром собачку может быть очередная аферистка которая готова взять даром собачку в каком-то питомнике и перепродать ее куда-то не исключены такие моменты потому что на сегодняшний день огромная масса я читаю в интернете огромная масса скажем покупателей которые нарываются на разного способа аферы я стараюсь всегда вот какие-то вещи которые меня напрягают озвучивать на канале своего питомника в инстаграмм ютубе в соцсетях были темы и когда воровство чужих фотографий последнее время участилась заводчики вывешивали даже скриншоты переписок когда просят фото щеночка можно еще фото можно еще фото а затем по чужим фото продают в разных городах нескольким людям сразу чужого щенка который им не принадлежит ну разные способы аферы есть вот этот звонок у меня тоже если честно напряг как так иметь несколько собак и искать еще себе собаку и опять-таки даром то есть уже имеешь говоришь вроде как содержать есть на что а купить опять не на что но удивительно как-то вот настораживает если честно такой вот моментик вот что ваше мнение в комментариях что это за очередные способы аферы или просто обнаглевшие побирушки я их так называю которые вечно все что-то побираются все им надо но я еще знаете более-менее отношусь к тем которые говорят там типа ну вот так вот не могу себе позволить купить но так хочется живое существо в доме но здесь откровенным текстом человек говорит у нее уже есть несколько собак чихуа которых я отдали даром в разных питомниках и она хочет еще они отдают значит поганые отзывы про ваш питомник напишу хамы вы всех там зажравшиеся люди в общем и смех и грех дорогие друзья но вдруг кому-нибудь будет такой телефон и кстати говоря ну скажем так полезен аферисты разные бывают надо это не забывать об этом тоже вот поэтому не прощаемся надолго с подписчиками моего канала увидимся в новых видео у нас много всего интересного да малышня вот кто спит кто играет и на сегодняшний день вместе с новой малышенькой у нас девять щенков готовы к продаже и одна девочка открывается для резервирования не пропустите новые видео на канале питомника мари мистик всем хорошего дня отличного настроения крепкого здоровья вам и вашим питомцам пока пока до новых встреч